Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Матфея, 16 глава, 1 стих. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба, толкование блаженного феофилакта. Хотя фарисеи и саддукеи разнились друг от друга учением, однако на Христа замышляли заодно. Они просили знамения с неба, например, чтобы остановить солнце или луну. Ибо думали, что знамения земные совершаются дьявольскую силу и визиулом. Они знали, глупые, что Моисей в Египте совершил много знамений на земле. Напротив, огонь, сошедший с неба, на скот и на детей Ивова, был от дьявола. Из чего видно, что не все, приходящее с неба, от Бога, равно и не все, бывающее на земле, от бесов. Вот с этими знамениями, с чудесами. Господь же через апостола сказал, что иудеи требуют чудес. Лаелины ищут мудрости. Я, в первую очередь, отношу это к православным. Ну, везде все чудеса. Какое-то изображение, икона обновилась. Вот всякие мелочи такие ищут. Христа не знает. Разговариваешь, Писание вообще не знает. Как будто Святой Библии на свете не существует. Ну, как так? Неужели это неизвестно? Священникам они не видят. Когда Господь говорил в то время окружающим Его людям, и говорит, все, что говорят, делайте, а по делам не поступайте. Сегодня даже эта фраза Христа, она не проявляется в жизни. Все, что говорят, делайте. Сегодня как раз нельзя делать, что они говорят. Они говорят совершенно не то. Разговариваешь с прихожанами в присутствии священника. Если он заметил только даже мысленно, чуть-чуть, что будто бы его тут авторитет теряется, он мгновенно прямо звереет. Даю материал, материал о крещении, который неопровержимый. 136 свидетельств. Он сказать еще не может. Нигде-то у нас, он в Алтайке. Он его берет перед всеми людьми. Вот так поступайте и рветы. Почему? Это еретики. Это Игнатий, я его знаю. Но если еретики, ладно, остановимся. Я всегда говорю, фраза улетает, а бумага остается. Давайте запишем. Еретики, напиши. Еретики. Кто там? Сектанты там? Американские шпионы. Все. Ну вот приезжает к нам епископ Максим Дмитриев. Теперь он в Ельце. Вот теперь его отсюда перевели, в другое место. Теперь Иванков этот, Иванников его, Сергий, он тоже приезжает со священниками. Священники приезжают, служат. С кем вы служите-то? С еретиками. То, что ты говоришь еретик, это никак мне не вредит, потому что я не еретик. Я православный-то. А то, что ты точно знаешь, что мы еретики, и едешь с ними, служишь, ну, ясное дело, что ты попадаешь под каноны, тебя надо запрещать и отлучать от церкви. Притом вы в этом не каетесь открыто. Вы должны выйти перед народом и сказать, что мы заблуждались в том, что давали такую такую характеристику, что они еретики. Или открыто уже сказать, что вы еретики с еретиками служите, попираете все священные каноны. Они в ловушке все время. Притом, давайте искать пути к единению. Сейчас-то Патриарх говорит, вот сейчас старообрядцам. Да какое единение-то может быть, когда лжете на каждом шагу? Нельзя разговаривать даже. В первую очередь, это должно быть покаяние. Вот мы приезжаем в какое-то село, священники сразу вызывают милицию, а кто это? Свидетели Иегова. Они узнали, что власти к ним не расположены, хотя это все противозаконно. А свидетели Иегова, называется так. Я их называю лжесвидетели под именем Иеговы. Но они зарегистрированы, и для старя-батюшки мы должны быть все одинаковые. Все. Потому что они признаны законными. Это граждане хорошие, там, баптисты, другое. То есть мы живем в информационном каком-то потоке лжи, обман. И власть соединилась вот сегодня с православием, все везде и одобряет, и поддерживает. Это все заканчивалось всегда, рано или поздно. Рано это значит сразу же, а поздно это через какое-то время крахом полным. Падала власть, царя расстреливали, священники шли под топор. Колокола ломали, священников вниз головой с колоколин. Морозили, жгли, убивали колотушками, даже пулю не хотели на них тратить. Ты же убивал, говорит, да это же священники, я людей не убивал. Вот как понимает и пишет сегодня. Это сегодня все сеется. И моя задача открыть глаза и перестать беззаконничать, чтобы мы научились Слово Божие любить. А во свете Библии, как у нас вот называется это, во свете Библии наш сайт, тогда вся обстановка все выглядит по-другому. Во свете Библии кто? Я первый грешник, у меня бревно в глазу. И где там до сучков других. Да, мы всем сектантам говорим, они не церковь. Это определенное, потому что нет рукоположного правильного священства от апостольских времен. Хератония. Но в основном-то мы должны смотреть на себя. Я вот рассуждаю так, ну как бы. Вот мы сидим за столом, первое христиане, а видели, как обмерщается церковь. Ну видите, что молодежь совершенно не слушается. Даже еще до христиан. Ну как, какие-то преграды есть. Ну как, закон написать надо. Сын наш мод, проматывает все, из дома тащит. Наркоман. А что делать? Заявление написать? Куда? Ну полиция, милиция не помогает. Библия говорит, куда? Священству. И священники дальше уже поведут. Его берут, арестовывают, выводят за город. Родители кладут ему на голову руку. И клянутся, говорят, да, вот и пьяница. Пьянчушка вырос. Вот такие же товарищи. И побьют его камнями, и это будет уроком для всех. Ну вообразим, что это сегодня. Это включили в действие. Что будет-то? У нас одни кучи камней, нам камней не хватит. Кого? Лечат, наркологические, какая-то зависимость алкогольная. Какая зависимость? Вот все это идет треп один. Безумный. Ну Библия указывает, что если выдали замуж, а она оказалась не девица, потому что растелит, говорит, простыни там свое, белье ночное, первой брачной ночи. Ну доказательства есть, на ней расписались свидетели, но нет этого. Ну и что? Приведут к дому отца ее и побьют камнями около дома отца. Ну а как же священнику? Так у священника своя забота о своей красавице. И она тоже оказалась не таковая. А что с ней делать тогда? Привезти к дому и сжечь. Каждый придет с дровами, с хворостом, с соломой, с нефтью, с бензином, канистрами облить ее и сжечь. Так это жестоко. А вот за это ты тоже ответишь. Я знал, ты злой, жестокий господин. Ждешь, что не сеял-то. Господь собирает там, где сеял. Сеял Слово Божие, а люди не слушались. И вот я так мысленно представляю. Вот они сидели, собрались священники, епископы. Но это же беда, беда. Девство теряют еще в доме. Беззаконно одеваются, просто как раздетая сидят. Ну ходила нормальная девчонка. Я давал ей характеристику в лагере. Просто замечательная. Прочитать одно удовольствие. Я могу его здесь даже прочитать. Какая у меня была девочка в лагере. Я ее сейчас найду. А теперь смотришь, ее выставлено в интернет. Она раздетая до трусов. Сама себя. Какие-то совершенно другие люди. Я не по лицу, не могу узнать ничего. Дети-то хорошие. Но одна половина верующая, другая нет. Пропал дом. Пропал дом. Потому что рычагов у мужа никаких нет. Она может подать на развод. Его семерых детей бросить. Что угодно делает-то. И вот тогда сидели эти люди, рассуждали, якобы мысленно говоря. Ну нам нужно, чтобы девушки, мальчики наши сохраняли девство до замужества. Конечно нужно. Так. А нужно, чтобы родители слушались? Да. А нам нужно, чтобы они не пили. Не было там наркоманов, пьяников. За что говорить? Тут проголосуют все депутаты за это. Ну что делать? Как? Ну давайте дальше. Посмотрите, как это сделать. Как одевались? Ну как прилично. Нарисовали. Ну где-то видели. Старинные, благочестивые русские обычаи. Какие там одеяния. Закрытые головы у девочек, у всех. Мужчины в поясах. Никто не бритый. Внешне, я говорю, сидели. Ну это так выглядели. Вы хотели к этому? Да. А совет Аксакалов что говорит? Да. Вот он Мухаммад. Магомед. И теперь это у них все введено. Ну а за этим-то пришло и другое. Другие законы. Изыщество. Под корень. Все рубить. А пьяницы будут. Смертная казнь им. Девица не такая. Смертная казнь. Они ввели то, что было у Моисеева законом. Мусульмане. Я говорю о мусульманах сегодня. Нам не поносить надо. В первую очередь у мусульман попросить прощения. И в доброе взять. Это бич Божий. И сегодня не два человека советника, а два с половиной миллиарда. Мировая религия. А почему? Да потому что отступили, бросили, все потоптали. И тогда вот этот я как бы мысленный совет показываю, будто бы он был. Он обязательно был. Но дальше обратную сторону мы не видим. То, что за гранью видимого. И вот Бог это дал. Ну не понимают ничего. Не ценят ни свои родные дома, ни постельку. Где спал. Не родственников. Все грабят друг друга. Приходит Веспасиан. Тин закончил разрушение Иерусалима. И пошли в плен. А теперь с дальних калмов разрешалось только богатым иудеям прийти посмотреть на Иерусалим. И речь идет не о двух днях, а о двух тысячах лет. Ну и здесь уже 1600 лет мусульманства. Но мусульманство нужно смотреть как на бич Божий, как на промысел Божий. А они живым укором являются сегодня. Вот спросите. Восьмой, десятый класс. Сколько потеряли девственность? Проценты. Посмотрите. Врачи осматривают. Я разговариваю с врачами. Там с кем. Какой процент? Ну процентов 90. Они уже развратницы. Они уже подлые. Они достойны смерти. Они не сохранили девственность. Она не будет верна мужу. Она будет это телегония. Не верю в это. Ну факт тот, что рождается негодяя. От негодяи родится негодяй. Я вот сидел в лагере Жанатасе. Там срок отбывал. Казахстан. И вот бывает там они где-то зачнут. Или еще арестуют беременную. Она убийца. Куда она с ребенком-то? Ну она пишет, отказывается. А у охранниц тоже делала аборты. Дети не рожаются. Она его берет. Ребятишки хорошие. Здоровые. Но как только подходит к совершеннолетию. Там 14-16 лет. Делаются абсолютно чужие. Как демоны какие. Ну такой, говорит, ребенок был послушен. Учился отлично. Никого не слушает. Бежит из дома. То есть вот теперь срабатывает эта телегония. Я говорю, это не настоящая наука. Но смысл-то понятен. Яблоко падает недалеко от яблони. Это нам все здесь. Вот в Евангелии говорится. К чему мы должны стремиться. Как подражать? Не чудеса искать. А искать единственное чудо Божие. Которое дано. Ионы пророка. Который был в отчеревике. Та три дня ночи. Так будет сын человеческий. То есть Христос был в отчереве земли и воскрес. Не так, как учатся в Коране мусульмане, что он не воскрес. А был вознесен. А Аллах его забрал. Иса. Нет, не так. Он умер. Вот это единственное чудо, которое людям дано и больше ничего не дано. А одно чудо, в которое надо верить. Далее. Матфея, 16 глава, 2-й, 3-й стих. Он же сказал им в ответ. Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры. Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Толкование. Обличает искусительный их вопрос. Называя их лицемерами. И говорит. Как из явлений на небе, одно служит признаком ненастья, другое ведра. И никто, видя признак ненастья, не ожидает ведра. И наоборот. Так должен думать и обо мне. Иное время моего настоящего пришествия. И иное будущего. Теперь нужны земные знамения. А небесные хранятся к тому времени, когда солнце померкнет, луна помрачится, небо изменится и совершится многое другое. Ну много что сегодня есть. Вот в университетах ввели факультет политологи. Для русских, мальчишек, который поступает, он 5 лет там морочит голову себе. Ему морочат голову. И он политолог будет. Да кто же нас допустит решать такие глобальные вопросы? Куда Америке нападать? Что сделать с Сирией, с Ливаном? Это к политике относится? Относится. Ну кто решал войти в войска в Афганистан? Что ты? Какой факультет-то? Он нужен только для того, чтобы оправдывать беззаконие правителей. Они не понимают. Небо багровое. Мы знаем, что будет. Услышите о военных слухах. Это не слухи только. По местам, Господь говорит, землетрясения. Народы будут потрясаемы. Не только по шкале Рихтера будут определять, сколько баллов. Вот колебание в народе будет. Восстанет на народ, на народ. Это революции пойдут. Это смена правителей. Царство на царство. Вот теперь нападение, разрушение, покорение, Чингисханы. Тут все это придет. Тут и Гитлер с Наполеоном появятся. Это вот политика. И в конце закончится чем? Война. Сожгут великий какой-то там город. На семи холмах блудницу. Понимаем, что это Москва. Она сожжена будет. Она обогатила весь мир. От нее в один день стали миллиардеры. Все. Все. Березовские. Все стали миллиардерами. Откуда они, эти Дерипаски, появились? Никто их не знал. В Америке назначили. Завтра разделили страну. 70 лет работали за грошики. А в колхозе за палочку, за трудодень. И все это отдали. А все Израилю это надо. Привези Антихриста. Ну вот эта политика. А чем она закончится? Закончится тем, что после всех победителей победит Христос. Он явится. И 3,5 года перед пришествием Христа, вторым пришествием, окончательным, на землю придет Антихрист. И воцарят его иудеи. И будет он из колена Данова. Да что? Тогда это все евреи виноваты. Причем тут евреи-то? У них роль такая, роль. Эта режиссура Богом уже написана. Я так выражаюсь. Идет проекция на землю того, что там назначено. И чем ближе к чему-то тень. Вот расплывчатая, наконец, она совмещается. Совместилось то, что было предсказано. Какие политологи? Решают-то не здесь, а решают в Иерусалиме. И решают кто? Решают масоны. Да масоны-то ничего не знают. Это предбанник только. Там только ливийное колено. Они решают, что все колено знают. Знают три человека только. Но там все описано. И что делать? Ничего не делать. А молиться надо. Это назначено. Нам вот назначено стареть и умирать. Вот она мисс Европы, мисс мира красавица. Чем это закончится? Это ежедневным зловонием, который она из себя исторгает. В туалет ходит-то. Дальше старением. У нее не держание мочи, она пишет, что с ней сделалось. Вот и все. Мир стареет. Мир стареет. Не мисс Европы мира, а мир. Мир не слышит слова Божьи. Он оглох. Он слепой. Он не видит истину. Имеет уши, но не слышит. Это сегодняшний день. А сегодня это у нас, видимо, 16-я. Нет, нажимать надо просто навести. А? Навести надо, вот. 15-я. 16-я. 15-я октября, 15-я среда, 2013 год. Вот. Нужно знать, на какой версии стоит история. И что нам дано? Багровое небо. Уже клубятся конницы, идут со всех сторон. Мир будет делиться, потому что такая несправедливость. Людям жить негде. А тут тысячи километров до Дальнего Востока заброшенная земля. Миллионы гектар пропадают. Я знаю эти рассуждения, когда собирались, там Маргарет Тетчер говорили. Но их-то за что судить-то? Почему раньше показывали рисунок такой был? Крестьянин стоит на одной ноге, а вторую негде поставить вокруг ограда. А рядом с ним 10 ребятишек бегают. Им даже зайти негде. Усадьбы нет. А рядом барин живет. Детей нету. Один там сын, и тот в Париже. А у него показано бескрайне до горизонта поля. Справедливо это? Нет, несправедливо. Все понимали. Но почему теперь в государственном масштабе должно быть справедливо? Когда люди живут, как японцы, под землю идут, цунами смывают. Почему им не дать возможность здесь жить, чтобы свой автономный округ дать? Ну почему? Тем более эти слова озвучены были Владимиром Вольфовичем Жириновским. Дать им определенное место, чтобы они посмотрели. Они обиходят землю как? Ну и будут, конечно, законы Российской Федерации. Ну вот как, допустим, Чубашская. Было же раньше. И Киргизия была здесь. И Таджикистан. Они были здесь в стране, но у них свои законы, своя религия, все. Но государственный закон Конституции СССР. Так и здесь. Война обязательно будет. И третья часть человечества погибнет. Что это третья часть? Это что, больше двух миллиардов? Да, Писание так говорит. Зеленая трава, то есть все будет пожжено. Все, дальше. Матфея 16, глава 4 стих. Род лукавый и прелюбодеянный знамение ищет. И знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. И оставив их, отошел. Толкование. Он называет их родом лукавым, потому что искушает его. Прелюбодеянный, потому что отступает от Бога и прилипляется к дьяволу. Он не дает им знамение с неба, хотя они и просят о том. Но дает только знамение ионы, то есть то, что будучи три дня в очреве великого кита, ада, он воскреснет. А сие знамение ты можешь назвать и небесным, так как при смерти его помрачилось солнце, и вся тварь изменилась. Знамения ищут они люди. Почем можно узнать? Вот эти знамения, которые ищут, антихрист все покажет, его примут. Веровать нужно только по откровению Божию. А как ему доказать? Доказывать можно, но доказать нельзя. Если ему открыто, оно откроется. Вот ко мне приходят баптисты. В дом пришло семь человек. Слушайте внимательно. 79-й год. Там 30-е, кажется, апреля было. Ну, семь человек. Мы закончили беседовать в пять утра. Два человека обратились. Генрих, Фаст и Лидия. Вот она в дальнейшем будет матушка Лидия. А он отец Геннадий, Фаст. Ныне служит в Абакане, Хакасе. Магистр богословия, Московская патриархия. Двое обратились, одно и то же слышали. А семеро, а пятеро нет. Они не приняли. И так всегда было. Апостол Павел пропавел в Апинах. И Лидия обратилась. Там, Дионисия Репагид. А остальная-то, масса людей-то. Остальная пошла в свое место. Много званых. Это тех, кого на стадион собрали. А избранных мало. Принимают всякую ересь, харизматы. Из чего только нет. А истина Господня сокрыта. Видишь как? Круто сегодня любой сектант рассуждает. Где двое или трое собрались, там и в Господь и Церковь. Такого в Писании не написано. Собрались. Собраны. Силой Духа. Во имя Христа. То есть строго по Писанию. А там, значит, ничего и нет. И везде ложь. Пища нас не приближает и не отдаляет. Отдаляет. Из-за пищи Адам вывалился из рая. Отдаляет. А где не отдаляет? Ну, написано. Где написано? Покажите. Вот начинают искать, нигде нету. А все одинаково проповедуют. Все. И сектанты, и православные. Ну, нет. Это пища отдаляет. Из-за пищи человек печать Антихриста примет. Никаких. Ну, нет в Библии. Ну, а я где-то считал. Ну, где-то считал. Покажи. Ну, пример, книгу какую. Ну, как же в Библии нету? Друг другу вописцы стоят. Молодые. С Библиями. Листают. Нигде нет. Адвентисты также проповедуют. Ищите прежде Царствия Божьей правды. И все остальное приложится вам. Так и написано. Да, так написано. Да нет этого. Ну, как нету? Смотрят. Все сие. А сие впереди написано о пище и об одежде. Посмотрите на птиц. Сие. Вот это. С чего ты решил остальное? Остальное это кадиллак, виллы, что хочешь. Поездки по злачным местам. Все остальное приложится тебе. Да нет этого. Имея пропитание и одежда, будьте довольны и благочестивы. Писание держит в руках и не понимает и лгут. Бойтесь излишества. Дальше. Матфея 16 глава 5-6 стих. Переправившись же на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Толкование. Как закваска бывает кисла и стара, так и учение фарисейское и саддукейское, проникнутое как бы кислотою и вводившее древнее предание старцев, заражало души слушавших. И как квас состоит из смешения воды и муки, так и учение фарисейское состояло из слова и жизни раскленной. Понятно. Надо понимать, какая закваска сегодня. Меня интересует закваска православная. Какая? Это вот мощь. Самая натуральная языческая труппа поклонства. Гоняются. Эти греки тут привозят барахами кости, продают неизвестно чьи. Безумие полное. Отпиленные ноги ступни. Обмывают там старобрящийский митрополит Корнилий. И рядом с ними пископы стоят. В гробу кости лежат, видно, сотлели. Оставьте мертвецам хоронить. Все. Это самая низкая ступень хоронить. Дальше Господь не сказал ничего. Оставьте. Они мертвецы. Но чтобы мертвецов выкапать, это уже не мертвецы. Это даже демоны сегодня этого не делают. Златоуст когда сравнивает, кто ты такой есть. У каждого зверя он перечисляет. У лисы там хитрость. У верблюда там свирепость. Злопомнение. И прочее. У человека все эти качества звериные есть. И дальше сравнивает с демоном. Но демон говорит, не блудит. Демон не среблюбив. Ему деньги не нужны. А человек и этим обладает. Кого нам винить? А как тогда избавиться? Рождение свыше. Чтобы Дух Святой коснулся сердца, и человек перерождается. А далее быть движимым Духом Святым. Все знают, грех против Духа Святого не прощается. Так вот попытка заменить возрождение свыше разными крестными ходами. Ходят где-то что-то, люди думают. Обереги разные покупают, навешивают на себя. Вот это и есть самое близкое уже около того, чтобы отвергнуться Бога навсегда. И не слышать голос Духа Божия. Что батюшка сказал? Батюшка, благослови на каждом шагу. Батюшка, благослови храмы, храмы, храмы строят. Вот нужно там шагово, называют пространство. Чтобы встал два шага и был в храме. Это ничего не дает. Все будет разрушено до основания. Вы храм Бога Живого. Вы откройте Писание. Иоанна Затауста тоже спрашивали тогда, а что важнее делать? Храмы строить или подавать нищим? Он говорит, делайте то, о чем Христос просит на суде. Посетили нищего, напоили, накормили. Там написано, что колкола отливали. Что храмы строили? Нет. Ну а тогда что? Да ничего, разрушено будет все. И останется камня на камне. Так неужели это и храм Христа Спасителя? Да что храм Христа Спасителя? Вся страна погибает. Когда я преподавал в университете, ввел занятия в университетах, вот, и спрашивали, тогда общесоюзный сбор этот средств был, общероссийский. Не надо, не надо. Если приход не может построить своими силами храм, ризы священнику купить, он не нужен, этот приход. Храм не нужен, собирайтесь где-нибудь, как отделенные баптисты, где-то в лесу собирались отдельные, и они сохранили свою молодежь. Далее. Матфея 16, глава 7 по 12 стих. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что вы помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли. Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе я сказал вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им, беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Толкование. Да. Так не везде уместно бывает кротость, и много сил имеет благоразумное обличение. Все. Толкования так, как будто никакого здесь и нету, а на самом деле, вот эта вот закваска, закваска ужасная. Вот это везде. Господь показывает чистое словесное молоко. Дает слово свое Божие. Закваска в учении, в школе, в преподавании, всякую ложь, что в алиологии как-то помолеет. Вот и венальная юстиция, и все это оправдывается, необходимо. И вот все по радио говорят, будь настоящим мужчином, уже старый человек, а вот там покупайте разные Виагры, быть, ну то есть настоящий, здоровый будет половой акт. И женщина это говорит, ни стыда, ни срама нету, затухание сил человеческих в организме для того и есть, чтобы все складости радости плотские отошли. Задумался о вечности, о Боге. И это открыто все свидетельствует. Радио послушаешь последнее известие, и непрерывно, непрерывно все рекламируют и рекламируют разные новые лекарства, биотоки там какие-то. Каждый день, ну, нигде ни разу не слышал, что болезни это следствие греха Адамова. Болезни нас побуждает искать Бога. Нужно людей научить правильно болеть, правильно умирать, готовиться умереть. И вот какое место Писания не возьми, вот введи в Священное Писание, и ты увидишь, что живем не так, совершенно не так. Ходил в храм, ничему не научился, напрасно ходил, говорит Златоуст. Ты должен выйти другим. Вот я говорил про, какие характеристики бывают. В 12 лет к нам приехала девочка с Урала, в первый раз. Ну, говорят, а то я характеристику даю, они просят у меня ее, дети, люди. Легкая, тоненькая, ласковая, добрая сердцем, отзывчивая, сама спешит на помощь, работящая, честная, искренне верующая в Бога. 12 лет. А характеристику я даю такую, чтобы полностью соответствовала с проглядом на будущее. И это пишут воспитатели, а потом я вместе все это собираю и такую общую даю ее. В коллектив вошла легко и сразу, благодаря простому и легкому веселому характеру. Не обидчиво может и есть обида, но вида никогда не даст, что что-то имеет на тебя. Прекрасная помощница в любой работе заткнет за пояс любого мальчишку своего возраста в спорте, в играх и в работе. Ей можно доверить самостоятельно выполнить заданную работу, выполнить старательно и на совесть. Хороший руководитель и нянька отличная, хозяйственная, любит петь и поет хорошо, купаться, качаться на качелях, играть в баскетбол, футбол. Подвижная, проворная, активная всюду, умная, сообразительная, с жадностью впитывает в себя то, что говорит о Боге и сама интересуется. Дай Бог сохранить ей это на всю жизнь. Аккуратная, опрятная, любит одеваться со вкусом и незаметно поглядеть на себя в зеркало. Мальчишки липнут к ней, как мухи на мед. Берегись, сохрани себя, ласковый цветочек наш. Ну, с такой характеристикой я редко кого отпускал из лагеря. Может, за целые годы, хотя лагеря уже 41 год. И что, сохранили ее родители? Я смотрю сейчас, как одета. За 1300 лет в мусульманстве, за 1600-1300 лет, ни одна мусульманка в таком виде не появлялась перед людьми, как я ее уже увидал, ни лицо, ни ее, все другое. А почему? А она подражает кому-то, кого рядом видит. Как правильно, дочь в мать, в соседку, кто ближе всего растет. А если бы вот в это время, когда она была здесь и жила она в мусульманской стране, и там бы на ее их шариатские законы распространялись, относительно одежды, только одежды, она бы была не такая. Сегодня нет ее, она нет, она совершенно мирская, поглощена на 100%. Другая характеристика, я давал. Тоже 12 лет мальчик. В нашем лагере Стане, из Горного Алтая, здесь первый раз. С своим внешним видом вызывает доверие к себе, открытое, спокойное лицо, прямой взгляд, внимательный, рассудительный, простой, добрый сам по себе. В кругу детей пользуется авторитетом, так как не заносчив, уступчив, общителен, не обидчив, умный, работящий. Его приятно брать в помощники на любую работу, так как он очень старательный, может быть хорошим руководителем, серьезный. Видно, что с детства дома не зацелован, не избавил он вниманием. На обиду не замедлить дать сдачу, смелый. Тут нужно поработать, чтобы быть полным христианином. Нужно больше читать, развиваться, стараться меньше обращать внимание на противоположный пол. Вот. Волота в коле, 12 лет. Видите как? Я даю характеристики, характеристики иногда родителям не нравятся, но просят сами. Характеристика на всю жизнь. Сохранили они ребенка, за этим не следили, в интернете я его не видел. Вот мы считаем знамения. Знамения отступления от Бога, это, в первую очередь, потеря Слова Божия. Когда подходил человек ко Христу, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос радует, как считаешь? Но если Господь сегодня спросит православных, как считаешь? Чего читаешь? Закон Божий? Святую Библию, как считаешь? Библию? Да у меня ее нету. У сектантов есть. В день бракосочетания. У молодых уже Библии две лежит, им дают еще лучшего издания. Редкого такого. Вот как. У православных что дарят? Иконы. Тому и другой иконы. Они поставили, пылятся где-то или кучей, лежат иконы. Премьер-министр, президент встречается с патриархом, дарят иконы. Папский посол приехал, дарят иконы. Завалились иконами. Самое натуральное идолопоклонство. Икона не идол. Но вот к ней отношения, все принято от язычников. Иконы нет и никакой молитвы нет. Знамение одно нам должно верить. И Священное Писание. Если бы я не встретил Библию, мне ее не дали в руки, не считал я ее уже в 23 года, а я с детства был верующим, глубоко верующим, я Христа не знал, Писания не знал. И вот на одном дыхании, как говорят, 51 год уже позади. Я когда вижу, как вот бьются там староверы, другие, которые, там, мы из кержаков, старобрядцы, то где бы я был, если я не знал, я похож был бы на них. Я скорблю об этих людях. Им не дали Святую Библию. Какое горе! Это отнять все, отнять воздух, отнять пищу, отнять воду. Матфея 16, глава 13 стих. Придя же в страны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, сына человеческого толкования. Далеко отводят учеников от иудеев, для того, чтобы никого не боясь, они могли отвечать смело. И прежде всего спрашивают о мнении народа, дабы возвести учеников на степень большего разумения и не оставить их в скудных понятиях толпы. Он не спрашивает, кем называют его фарисеи, а люди, разумея простосердечный народ. И еще. Матфея 16, глава 14 по 16 стих. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из правоков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живаго. Толкование. Одни называли Иоанна, как, например, Ирод, думая, что Иоанн после воскресения получил дар чудотворения, другие Ильей, потому что он обличал, и потому что ожидали пришествия Ильи. Третья Иеремия, по его природной, а не наукой, приобретенной мудрости, так как Иеремия определен был на пророческое служение еще в детстве. Петр по своей горячности предупреждает других, и справедливо исповедует его Сыном Божиим, но не говорит, Ты и Си, Христос, Сын Божий, без артикля, а с артикля, то есть Сын единый и единственный, Сын не по благодати, но рожденный из существа Отчего, ибо Христами без артикля были многие, как, например, все цари и священники, а Слово Христос с артиклем один. Еще. Матфея 16, глава 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Толкование. Блаженным называет Петра, как получившего видение от Божьей благодати, а соглашаясь с ним, очевидно обнаруживает ложность мнений других людей. Дальше. Я хотел сказать, вот какие бывают еще характеристики, когда родители не обращают внимания на детей. Семь лет ребенку, не в меру жирный, как маленький боровок. И это в семь лет кандидат на инфаркт. Очень хитрый, ленивый и лживый. Лжет привычный искусно. Сперва сделает пакость, а потом бежит к воспитателю. Там кто-то вот кто-то сделал. Расследование с трудом, при множестве свидетелей, заставит сознаться его. В случае с песочницей. Страшно и долго запирается в своей лжи до последнего, но когда его прешь к стенке, он покраснеет, глаза нальются слезами, сам как пузырь вздуется и пролепещет. Да, я это сделал. Может тебе смотреть прямо в глаза чистым ангельским взглядом и лгать. Очень трусливый. Заложит любого легко и без принуждения. Бедные родители столько лет знали про наш лагерь и не присылали свое сокровище. Здесь даже давно бы из него все это достояние повытрясли. Любит много и вкусно поесть и поспать в любой позиции, в любом непригодном для спанья месте. Видно, что дома ни в еде, ни во сне его никогда не ограничивали. Растет большая злобная свинья. В полном смысле этого слова. И виновные в этом родители очень пакостные и жестокие. Чужие страдания вызывают у него смех. На них он смотрит с удовольствием и любит их причинять другим. Прыгнуть на спину другого, когда двое борются всей тушей, как бы переломая весь позвонок. Может запулить камнем в девочку, дать тумака слабейшему себя. С первого дня и счастья появления в лагере Стане начал материться на три буквы и по-иному. И этот фрукт из верующей семьи. Веры в Бога, вероятно, нет вообще. За время пребывания в лагере Стане сдвига в положительную сторону не произошло, а мог бы измениться при множестве горящих, полученных им. Воспитание. Родители запустили страшное отколе, наставление, как об стенку горох. Родители, бейте тревогу. Это растет в нем плевел вашего воспитания и понимания духовной жизни во Христе. Еще в этой жизни вы будете наказаны через него. А в будущей жизни, какой дадите ответ за такое воспитание? Все это Коля делает в стадии христианина, ибо крещен. Он должен быть дитем Божиим, а он уже в семь лет ревностная чада дьявола. Пороки сидят в нем прочно. Коля очень активный на всякое зло, на нарушение устава лагеря Стана. Стремительно идет на контакт с чужими. Аразину в рот слушает и учится пакостям. Ум его изобретателен на зло. Коля не отказана приехать на следующее лето к нам. 25 июля 2001 года. Сестренка его. Худенькая, подвижная, маленькая мама. Неброская, послушная, добрая. Аккуратная, вещи всегда чистые, аккуратно сложенные. Не то, что у ее брата Коли. Там все грязное и разбросанное, с грязными ногами. Затащит она чистая, просто не спать. Ходит без носков. Катя, противоположность, брату своему. Она хорошая помощница по кухне и на огороде, работе старательная. Но с линцой. Сама в чем-то на помощь не напросится. Искусно умеет врать. Запирается во лжи до последнего. Трусливая, боится наказания. Очень любит купаться, но плавать так и не научилась. Держатся такие за перила лягушатик, как слепой за стенку. Потому и висят в воде на перилах все лето. Боится воды. Хорошая нянька, любит маленьких детей. В коллектив ходит легко, и из него не выделяется. Серая мышка. Так как никакими талантами не блещет, как все, вот и лозунг. Кате нужно больше читать, а развиваться духовно и физически. И чтобы помогла брату Коле избавиться от страшного ожирения, которым он денно и ночно уже мучается, чтобы он не лопнул в молодые годы, как пузырь на ярмарке. Кате не отказана приехать к нам на следующее лето. 25 июля 2001 года. И вот еще одно. Девочке 15 лет. Веселая хохотушка, общительная, живая, простая. Не по возрасту физически развита, хоть сегодня выдавай замуж. Имеет небольшой лишний вес, немедленно сбросить его, дабы не превратиться в рыхлую тетку. В коллектив входит очень легко, благодаря своему легкому характеру, работящая. Ей можно поручить любую работу. И она выполнит ее хорошо и старательно, и ты заранее уже знаешь это. Честная, совестливая. Не живет по типу сквозняка, моя хата с краю, неравнодушна к злу. Смелая, открытая, но много и часто по пустякам смеется, и это плохо. Но может быть рассудительная, добрая, может быть хорошим, преданным другом. Жаль, если попадет в такой дом, где муж ревнивый, зануда, а родители будут травить ее опекунством по пустякам. Этим заморят ее и не дадут развиться. Что интересно, я ее встретил, и действительно сделалась так рыхлая, растолстела, но такая же улыбчивая. Ребенка катит, а другим беременная. Аккуратная, имеет здоровое чувство юмора. Страшно подумать, если такой цветок попадет в желчную семью, где есть осуждение. Ее добрые таланты, это плод родительского воспитания. И похвала им за это. Берегите Валю, мы полюбили ее, она в нашем лагере станет уже не первый раз. Валю всегда оставляем старшей, когда куда-то нужно отлучиться. Она и строим приведет детей. На нее больше надежды, чем на великовозрастных, волковых, третяковых. 25-го, 7-го, 2001-го. Вот какую силу имеет Слово Божие, где оно закладывается, поддерживается родителям. А ее родитель приезжал, батюшки дом помогал строить. Стоянов. Это должно быть из Ишима, город. Но я начальник детского лагеря, его организатор-создатель. В основе основ лежит у нас Слово Божие. И какой вот результат. Так. Еще? Или все? Ну все уже, да. Все уже. Давай. Покажем, что у нас есть. Как нас Господь благословил. У нас издано 38 книг. Ну и вот последнее уже в издании, это повторное издание, Новый Завет. Трехтомник. Каждый том, 752 страницы. Это впервые за 2000 лет вышел такой материал, такие книги, когда полностью весь Новый Завет с откровением Иоанна Богослова. Мы сейчас насчитываем толкование по блаженному Пефилакту, Евангелие от Матфея. Видимо, сразу перейдем на откровение. И вот мы Гюставо Даре, это лучший иллюстратор Библии, несомненно. Мы раскрасили его. Наши братья и сестры, Дебунов, Унагаева Ольга, Наташа Приходько, рисовали больше года. Не рисовали, а раскрашивали. Ну как могли. И вот полный лист. Видите как. Это 230 иллюстраций. Книги так изготовлены. Они подарочные. С закладками. Вот они как. Видно даже. Подарены Путину, Медведеву, Лукашенко, Кадырову. И 444 библиотеки дальнего и ближнего зарубежья. Мы едем, дарим везде, дарим. Речь идет только за два года. Вот мы подарили книги на 7 миллионов 150 тысяч. Конкретно. Вот это была сочная программа. И когда спрашивают, это вы столько трудились, я 50 лет готовил материалы, 9 лет не вылазил из компьютера, 38 томов написано. То для чего это? Почему? Я отвечаю, мой народ, моя страна в грозной опасности исчезновения. И я делаю то, что вижу необходимо делать. Это просвещение народа, чтобы люди обратились к Богу. Без Христа Господь сказал, Евангелие от Иоанна 15 глава, вы ничего не можете. Ничего не можете. А вот интернет. У нас сайт. Богатый сайт. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Я смело говорю, такого сайта нету в мировой сети. Просто его нету. Я буду называть материалы, какие у меня есть. Это мои материалы. Их нигде нету. Это 12 томов Златоуста, начитанные. Кто знает, дайте мне знать. Жития там по отдельным томам есть. Но у меня изданы так, что я выбрал 12 томов сначала первый век, потом второй век. И так по порядку и идет. Это как бы история христианской церкви. Ну нет. Вот. 4124 ответа по темам. И я их разбил в 55 папок. Вот смерть, спор, старобрящество, суды, рождение, разбор выступлений, проповедь. Это огромный-огромный материал. Огромный. Вот, допустим, нам что-то... Будущее мира, Пятый титут. Я его ткнул, то узнать, а что это там? Вот открывается. И открываются одни только эти вопросы. Какой том? Вот. 684 том 2. События книги Откровения будут происходить в точной последовательности, как записано в книге. Или то, что стоит в конце книги, может исполниться раньше, написанного в последних главах. Апокалипсис предсказывает только будущее, или еще и толкует прошлое, и разъясняет настоящее. Поясните. Это мне задавали вопросы. Я во всех отделах милиции много лет вел занятия, в воинских частях, в университетах, в техникумах, в школах. Ну, всюду и везде. И вот, теперь... Ага, интересный вопрос. Теперь я воткнул, а теперь этот вопрос уже вместе с ответом. Вот он идет. Вот этот вопрос, ответ идет. Ни о какой последовательности Иоанн Богослов не ведет речи. Иногда он просто берет общий расклад событий, тут же переходит к детальному рассмотрению событий. И указав на события уже после Суда Божия, снова касается апостольских времен. Да и вся Библия написана так, что где бы мы ее не открыл, ты найдешь там предупреждение, утешение, угрозу, сравнение с прошлыми событиями. Пророк — это не только тот, кто предсказывает грядущее, но тот, кто знает прошедшее и видит сокровенное в настоящем, на земле и в космосе. Очень сильно это отражено в стихотворении пророк Пушкина. Прочтите его посрочно и найдите параллельные места Библии. Мне кажется, что это самое лучшее, что вышло из-под его пера. И как много он написал ненужного, легкомысленного, пустого, сплошное ветрогонство, и потом уже о нем раздули кодила советские. Это я отвечаю. Вот это наш сайт, который мы советуем каждому. Сайт, 5 томов добротолюбия насчитаны, книги. А внизу написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Вот у него если ткнуть, один раз только, и сразу переходим на наш форум. Вот он. Наш форум. 1400 тем. «Православный форум Игнатия Лапкина». В Google зарядите слово только «Игнатий Лапкин». Форум. И можно на форуме. Зарегистрируйтесь. Скажу, что ни на одном форуме мира нигде нет того, что есть у нас. Нету. Просто нету. Почему? А они не знают, как отвечать на вопросы. У меня на первом месте стоит Библия. Я по Библии отвечаю. Так по Библии отвечают и баптисты. По Библии. Дальше. Что говорят об этом вселенские поместные соборы святые отцы, книга правил? Баптисты это не имеют. Что говорят об этом жития святых и труды святых отцов Патристика? Ну, если знаете, дайте мне знать. Зайдите и скажите, а я знаю. Нет такого. Я все время сижу в интернете. Нет. Почему? Бог нас возлюбил так. Теперь. Далее у меня открытый лист. Mail.ru. Меня приглашают одноклассники. У меня есть страница. Вконтакте, Фейсбук, живой журнал. У меня везде есть страница. Но работать нигде нельзя, как вот Mail.ru. Mail.ru в сотни раз лучше всех вместе взятых. Просто я это легко докажу. Тут легко рассылать много. Вот сейчас они год назад испортили сами там администрация. Тогда можно было 12 фотографий одновременно, 3000 знаков. Это очень много. И посылать однермина на 10 тысяч человек. Это была рабочая система. Но так как пакости рассылали против президента, проще, видимо, дали указания ограничить. И вот сейчас толкешься и не знаешь, как что сделать. Но и в таком виде, в кургузом кастрированном, она хороша. Хороша. Вот. Видишь? Вот у нас открыт православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Это почти 980 роликов наших роликов, не чужих. Это о наших миссионерских поездках. Мы с нуля строим православную деревню, детский лагерь, встречи, беседы, занятия в университетах. Все здесь есть. Ну, просто YouTube, православный видео, канал во свете Библии. Здесь все есть. Абсолютно. Какие вопросы, все новые и новые материалы появляются. Работает администрация на этом. беседа с мусульман, с мулой, его женой на тему послания к римлянам. Это сильнейший материал, как беседовать с мусульманами, не оскорбляя их. Касаясь одного Евангелия, я, например, Даниила Сысоева считаю святым. И за 2300 лет никто так не любил мусульман, как он. Он святой, его не надо канонизировать. Но у меня совершенно другой подход. С ними пытается работать, пытается или работает Олег Стеняев, но у меня другой подход. Вот в это последнее добавление, последнее, это сегодня ночью поставили. Вот оно, пожалуйста, здесь идет. Тут как к нам прижали священники, службу вели. И вот живой журнал у меня, жизнь православная община. Да, хорошее все, но оно стоит застывшее, застывшее, как вода в стакане, никуда не плеснется. Никакой связи нет. Майл.ру, запомните. Майл.ру, мой мир. Это лучшая система для общения. Со многими сразу. Еще раз покажу во свете Библии. Это 50 книг здесь начитан аудио. Можно скачать на диск и ехать дорогой слушать. Здесь Библия мной начитан, Архипелаг ГУЛАГ, 12 томов Жития Святых, Иоанн Кроштадский. Тут мои беседы в аудио с Александром Менем, с Дмитрием Дудко. Море информации, море. И как-то меня спрашивали даже, ну допустим, я бы завел близкую дружбу с президентом Путиным, Владимиром Владимировичем. Ну у вас есть что-то? Попросите у него. А я ничего мне нуждаюсь. Что он мне даст? Друзей у меня хватает. Я живу среди своего народа, как Елисею сказала женщина. Ну а что? Ну я бы сказал, сделай известный наш сайт. Как? Ну через рекламу или как-то. Придут, не придут, не важно. Сделайте, пригласите на брачный пир. Мы выполняем миссию Евангелия от Матфея, 22 глава. Позвать. А дальше меня это уже не касается. Я должен дать знать. Дайте знать о нашем сайте. От сайта на форум, ну и на мейл.ру зайдите. Это тысяча фотографий. Самые злободневные вопросы решаются с позиции вечности, с позиции Библии по святым отцам. Вот что я хотел сегодня сказать. Довольно пока. Как мы живем в бедности. Притом вот это вот я и знал, когда насчитывал. Комната была 12,8 квадратных метров. Посмотрите на свою комнату. Выделите 12 квадратов. Неполных 13 даже нет. Вот здесь я все остальное создал. Это кухня. Здесь же туалет. Здесь же гостиная. Здесь же спальня. До 11 человек у меня я рядом около вокзала был. Ночью приходили могли ночевать не на полу. И здесь же мастерская жена шьет тапочки. Здесь же у меня в тон студии вот магнитофон какой можно показать. Маяк 205 там откинуть да показать. Таких у меня магнитофонов 15 Речкунов Алексей это Леонид Ильич правильно его звать. Вот. Он как раз все это сделал. Был Божьей милостью наделен талантом по всякой технике. Ну а его сын мой крестник Гавриил вот он как раз форумы создал. Создатель форума и Ютуб это он ведет. Два высших образования с красными дипломами у нас большинство ребят работают. Здесь вот проповеди 1300 примерно проповедей моих отдельные книги раскрыты. Вот. Здесь же помещено 3467 моих стихотворений по 9 куплетов на все абсолютно темы. Так что милости просим. Мы даром получили даром отдаем. Другого у нас ничего нет. Вот еще раз покажу. Посмотрите Библию. Вот. Наш ленточный идет. Во славу Божию. Я сажусь сейчас. Мне надо ответить пришедшее кто на форуме в mail.ru заглянуть на почту. Вот сколько у нас фотографий здесь. священники где мы были. Видите как. Мы приехали к этому священнику. Подарили полный ящик вот такие маленькие новые заветы с псалтерию. А вошли в храм. Ни одного человека нет. Он стоит за прилавком где торгует с вещами. Так интересно. Мы ему несколько коробок Евангелия от Иоанна вместе с посланием к Римлянам. Это мы готовились выезжать над картой слаганец. Это батюшка мой брат родной отец Иоаким. Вот мы смотрим. Ехать до находки до Владивостока из Барнаула. Но сначала в Москву съездили. Сейчас наш путь нынче 15 государств прошли мы. Вот намечаем пройти нынче до Португалии, Англии, Скандинавии, Прибалтику и по северным районам начать трудиться. Это все во славу Божию. Сделать это человеку одному нельзя. Ну указывают, вот он, Беребиджан мы стоим. Указывают, вот ты сделал мое имя, фамилия. Да ты ничего не сделаешь. Делали братья. А я был с ними. Делали братья. Вот. Это вот в библиотеках. Вот эта вот женщина интересная, Фокина. Вот такая представительная, видная. Вот книги я дарю и сразу рассказываю. Вот и на книге разложены. Она вышла, чтобы напротив этой таблички, какая библиотека, ну там, Приморский край, город Фокина. И она под руку, можно я под руку вас возьму? Сама веселая улыбается, уже уходить надо. Она снова, а можно я вас поцелую? Да кого, посмотри, какое, кого целовать-то, глядеть-то. Она другое видит. Я испытал истинную радость. Вот она как раз стоит. Вот она, теперь ее видать. Посмотрите на нее. Видите, ее сердце открыто было, сразу вот она, рука, видно под моей рукой. Ну, это мы уже там, порт находка, видимо. Там мы, видишь, идем, корабли стоят. Вот. Нам нужна библиотека, встреча с людьми. Ну, что здесь? Японское море, наш ураган, собака. Вот в прошлом году он завоевал, или нынче завоевал, чемпион Сибири. Но когда мы вернулись из поездки, на следующем соревновании он стал чемпионом России. С чемпионом России, подзащитная корольная служба и общие подготовки. Это такое, две, как бы сказать, области стоит. Вот сколько можно было посылать сразу. Фотографии на 10 тысяч человек. Это еще в то время он держался. Ну, вот у нас мост в Барнауле показан, видно нет. Мы выше передали, доход начался сфотографировать. Я только взял и сразу пришел, чахнул, 10 тысяч человек получили. Это Майл.ру, но его сейчас испортили. А это в деревне у нас батюшка народ приехал. Это глава администрации Мамонтовского района приехал, Беляев. Это Старчиков, председатель Совета Корченского, в который ходит Потеряевка. Ну, приехали там из района, где люди, это наши люди в основном стоят. Видите как. А это вот дьякон у нас, жена его в школе у нас там учительница и дочка Василиса. Дочка красавица растет. Видите как. А это вот гости были, я показываю книгу 12 том только что вышел открытым оком. А это бывший житель Потеряевки. Говорит, а можно мы, может быть, тут поселимся? Я говорю, безбородок не принимаем-то. Ну, посмеялись, он пчеловод, прекрасный человек. А это мы, кажется, вернулись из поездки. Вот наши сестры обнимают. Это самая дальняя была на Дальний Восток. Но нынче мы зашли еще дальше через Польшу, Германию, Австрию и ушли туда на отечественные газели. Говорили, не пустят. Пропустили. С таким грузом там не пропустят. Пропустили. Собаку задержат. Не задержали. То есть все, что говорили, на нас ничего не сбылось. Почему? По тысяче людей молились. Это вот Карен Геваркян, режиссер. И с нами приехал, в Макарово был здесь. Вот снимаю. Я дал там книги. И вот как-то ехали, помню. Ну и он все о себе рассказывал, фильмы снимает и говорит, ну а вот вы как считаете? Я нравственный или нет? Я говорю, более безнравственного я, наверное, не встречал. Как он? Да вы что? Да как? Да тут он сразу телефон в Санкт-Петербург жене. Меня тут почти за дурака считают. И сам смеется, обнимает. Веселый. Умница такой, но бреется. Бреется. Не знаю, курит он или нет, но худой. Это вот в лагерь приехали автобусы. И он с нами поехал, все видел, ходил из дома в дом. Что-то хотел приехать там снимать долгого фермера. А это мы на площади здесь Павловск. 20 тысяч населения село. Мы его прошли, а поп буквально бесновался. Там священник Александр благочинный. Вызвал милицию, а милиция приехала. У всех документы, ничего нет. Ничего. Мы нигде ничего не нарушили. Люди пришли добровольно. Это вот я стою, рассказываю им о Христе, о Боге. Съемку ведет брат Игорь Глушков. Вот. Это батюшка с нашими сестрами в храме в Потеряевке. Это с нуля все построено. Деревня. Посмотрите, какие красавицы, как они одеты. Мусульмане, когда находят, вот, если батюшки нет, там они говорят, мы нашли своих. Ну как своих? Христос воскресе. Вот оно написано. Вот крест где. А где отдельно сидят, особенно девочки, они их сразу признают за своих. Вот мы были в Томской области, это мой племянник. Это его семья, и у него тут свой коттедж построенный. Вот. А это были военные следователи обратился отец Василий Толстенко. Прекрасный человек. Вот он собрал людей, а мы ехали с Дальнего Востока и к нему заехали. Он полную комнату набил. Сначала говорил, я не хочу, чтобы снимали. Приехали, а тут уже специалисты, треножники, стоят, прекрасные съемочные аппараты, видео. Все меняется по-другому. Очень серьезный священник. Очень. Вот он. Представьте, военный следователь. Мы встречались, он помогал не насчитывать Златоуста, одну или две дорожки. А это его жена, матушка. Прекрасная, прекрасная, хорошая. Вот видите, каких мы людей знаем где-то. А это все, что писали, перенесено. Это все за раз можно было переносить. Потом большими партиями. Но потом все это отрезали где-то. Это вот мы нынче были в Азербайджане, в Баку. Это Мула. А тут не видно, маленько сидит Самира, преподаватель Корана. Ну, это Шихан, она приехала, кажется, из Канады, ведь и так и одета, и по-мусульмански. Ну, это на дому, и тоже к этому мы ничего не говорим. Нам Господь открывает очень широко двери. Вот она пишет, «Спасибо, смотрю, все насмотреться не могу, Самира Тагеева. Как хорошо, что это осталось. Передайте, пожалуйста, наши благодарности всем тем, кто загружал ролик. Знаю по себе кропотливый труд. Удачи вам в вашем дальнейшем миссионерстве, отец Игнатий, и духовных вам подвигов». И дальше написала, «Сил вам и терпения от Бога». Ну, столько в ней всего. А вот она пишет, она, это интересно получилось, ответ дает, «Какой же вы хороший и добрый. Вы мне в самом деле как отец. Мир вам». Человек имеет два высших образования, консерваторию закончила, мусульманка, но мы очень близки друг с другом. Все вопросы о молитве, как правильно молиться, сколько раз в день. Они пять раз намаз совершают, а мы совершаем не менее семи раз. У нас свой намаз. Ну, это слишком много будет на сегодня. Давай. Так, я пошел проверить почту. Есть у меня почта, и у меня. вот они у меня сидят, красавицы. Ой-ой-ой.